Спасибо, Тоня, но я нахожусь с ним в зрительном зале. Мы пришли в Twitch Lounge для того, чтобы немного пообщаться с теми людьми, которые нас окружают, находятся рядом с нами. И креативный директор Na'Vi Алексей Костылев, между прочим, человек... Здравствуйте, Дон Степан, здравствуйте. Человек? У нас маленькая задержка. Это нормально. Нам не совсем удобно, но это нормально, да. Слушай, есть секрет, который нужно всем выдать. Это же ты научил Симпло играть в КС. Действительно, Симпло, все так и есть. Конечно, я учил его играть в КС, но все его достижения – это только его заслуга. Потому что показать игру и достичь каких-то высот – это уже надо иметь упорство. Такие, как у Александра Симпло Костылева. Окей, окей. В целом, сегодня очень насыщенный день для Na'Vi. Хотя, наверняка, вам бы хотелось сегодня отдохнуть. Да, в действительности день насыщенный, но ни для кого не секрет, что любая киберспортивная команда, у нее есть спонсоры. И сегодня у нас есть спонсорские обязательства перед нашими партнерами. И автограф-сессия специально для всех фэнов, которые собрались здесь в зале. А посмотрите, как их много. Ребят, всем привет! Вы топите за Na'Vi в финале? Всем привет! Как видите, весь зал наполнен фанатами. И сегодня у нас две автограф-сессии. Одна уже была, вторая была на стенде Monster Energy, которая сейчас проходит на втором этаже. И отдохнуть не получается. Слушай, но вот Team Liquid же в это время, они могут позволить себе просто посмотреть игры, могут расслабиться, разобрать какие-то демки. Ну а Na'Vi обязаны, просто обязаны уделить время своим фанатам. И делают это с честью и с радостью. Я ходил на автограф-сессию, мы делали включение оттуда. Было просто нереально. Окей, завтра ребята встречаются с Авангар. И это достаточно, ну не то чтобы неожиданно, но это непростая команда. Это молодые ребята, которые очень хотят выигрывать и отлично стреляют. Уже началась подготовка, потому что Мишу Кейна я сегодня здесь не видел. У Миши Кейна сегодня выходной, он не должен находиться на автограф-сессии. Ребята закончат автограф-сессию и отправляются в прогрумы, чтобы готовиться. У нас есть маленькая проблема у команды, если так ее можно назвать. Ребята сидят до утра, играют, а завтра первый матч рано утром. Поэтому надо немножечко как-то успеть и заняться спортом. Спасибо. Промать, промать и горло. Ну в общем-то до завтра еще будет вестись подготовка сегодня ночью. Да, в действительности. До завтра ведется подготовка сегодня ночью. Я думаю, что некоторые даже будут играть индивидуально до 5-6 утра. Слушай, а вот это вот индивидуально, извини, что перебиваю, но ведь это правда, да, что все ложатся спать, а Симпл реально сидит до 5-6 утра. Да, это правда. Это правда. Он может в 6 утра приглашать всех в лобби там. Что-то, это привычка просто. Он сам ее выработал или вот он... Как это получилось? И честно, мне кажется, надо все-таки спросить у Симпла, но его рвение нельзя не заметить. Просто мне кажется, я не могу объективно судить так, как я его брат. И некоторые скажут, да что же, что же вы спрашиваете Алексея. Он же будет говорить только позитивные моменты. Но, как видите, он действительно сидит до утра. Ну окей. Не зря несколько MVP в этом году, если я не ошибаюсь. Да, надо еще. И он хочет стать первым. Я надеюсь, у него это получится. Друзья, если вы хотите чего-то добиться и много над этим работаете, у вас это обязательно получится. Делайте то, ради чего вы, собственно, играете в эту игру, становитесь лучшими. Ну а сейчас мы лишний раз передаем огромный привет всем тем, кто находится на Эпицентре. И возвращаем слово в студию аналитики.